Чтобы сделать это место по-настоящему сказочным, местному жителю понадобилось целых три года. Я поднимаюсь из башни Кощея. Рядом располагается пещера Змея Горыныча. А вот избушке Бабы Яги не повезло. Даже бетонные лапы этой избушки начали разбивать. А в прошлом году и саму избушку снесли до основания. В мастерской Холмогорской школы кипит работа. Школьники впервые занимаются дизайном. Изготавливают декоративные элементы для избы Бабы Яги. За образец взяли оставшиеся украшения. Вместо старых деревянных резных перьев дети сделают новые. В ход пустят 38 досок. Работа, конечно, интересная. И оставить какой-то след, значит, после себя. Ну, а дети делают с охотой. Была так бы нормальная, хорошая, красивая была избушка. Ну, потом ее разрушили, сломали. Как бы что разрушили, это плохо сделали. А восстанавливать надо, чтобы для красоты можно было опять отдыхать, ездить. Место на берегу реки Береж давно привлекает и местных жителей, и туристов. Все сказочное оформление – результат труда местного жителя. Саму избу Бабы Яги уже поставили. Осталось лишь украсить перьями, которые изготавливают школьники. Местные жители подали заявку на участие в грантовом конкурсе. Скоро эта территория может стать еще популярнее. Самая главная цель наша – проводить районный фестиваль сказок. То есть, направленный на возрождение народных традиций. Мы решили с этого года начать этот проводить фестиваль. Нас обязательно поддержит, я думаю, администрация и районная, и сельская. И в дальнейшем мы думаем, что он станет брендовым мероприятием нашего Шарыповского района. Так как сказки любят все – и дети, и взрослые. Эту территорию планируют благоустроить. Установить скамейки, мусорные контейнеры, туалеты. Встречать гостей станет скульптура ученого кота. Но это в будущем. Пока же предстоит восстановить пострадавшие от рук вандалов сказочные объекты. К началу лета эту работу завершат. Александра Репьева, Дмитрий Шевцов. Новости.